Аппозиционный турецкий законодатель умер в четверг, через два дня после того, как у него случился сердечный приступ, и он упал в обморок перед парламентом, как только закончил речь, критикующую политику правительства в отношении Израиля. Хасам Битмес, 54 года, член парламентного от аппозиционной партии Филисити Саадет, умер в городской больнице Анкары. Выпускник Каирского университета Аль-Азхар Битмес был председателем Центра исследований Исламского Союза и ранее работал в исламских неправительственных организациях Горица в его парламентской биографии. Официальная трансляция показала, что Битмес упал на пол после того, как стоял на трибуне перед Генеральной Ассамблеей 12 декабря. Он критиковал правящую партию президента Та-Иипа Эрдогана за то, что Турция продолжает торговать с Израилем, несмотря на войну в Газе, и несмотря на резкую риторическую критику израильских военных, бомбардировок со стороны правительства, а также со словами «Вам не избежать гнева Аллаха», сообщает агентство Reuters 14 декабря 2023 года. Мир вам, братья и сестры, христиане! Конечно, мы не должны в любые подобного рода случаи приписывать, братья и сестры, что это прямо наказание Божие, но это вполне соответствует тому, если мы не воздаем славу Господу, если мы выступаем что-то против Господа, или даже в этом случае, даже если Израиль, поймите, он еще не принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, но Господь уже проделывает работу, подготавливающую нас к великой скорби, и, соответственно, когда Израиль, он будет приходить к Господу, будет армегетонская битва, когда Израиль все-таки примет Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, вот эти времена, они уже совершаются. Конечно, если бы Израиль покаялся, или, по крайней мере, больше людей бы покаялось, то, я думаю, вопрос в Газе, в секторе Газа, вот эти войны, которые окружают очень часто, они во многом-многом ситуация бы разрешилась в лучшую сторону. То же самое касается и христианин с Украины, и России, братья и сестры. Очень сильная теплость. Если бы христиане стали намного более преданы Слову Божьему, каялись, менялись, освящались, я уверен, что, возможно, и не было бы этой войны, или, по крайней мере, война бы эта уже угасла, что есть между Россией и Украиной. Но тёплых христиан во многом, поймите, я не то, что обвиняю христиан в этом, имею в виду то, что христиане могли бы, они имеют власть от Бога, повлиять очень сильно на эту ситуацию. Но Господь слышит слова праведников, если, более того, не одно число праведников должно быть. Иногда хватает там несколько праведников для того, чтобы они защищали, например, Бог особо защищал их местность, их, например, населённый пункт, а чтобы целая страна была под защитой. Поэтому сказано молиться, и чтобы было тихо, безмятежно за царей и начальствующих. Но много может усилено молиться праведника, уши Господни, глаза его направлены праведником. А если люди, которые грешат, находятся в тёплости, в суете. Но опять-таки, братья и сёстры, вы должны понимать, что вот этот случай, он всё-таки показывает. Он показывает, иногда Бог, попуская такие моменты, он показывает, что не нужно идти, как бы поддерживать Хамас, не нужно поддерживать эту войну, не нужно поддерживать террористические вот эти взгляды. Тем более, что Турция — это всё-таки страна, которая, можно сказать, находится в НАТО, находится в союзе со многими европейскими цивилизованными странами. Эти примеры показывают, что не нужно идти фактически против вот этой Божьей работы, потому что я уверен, что Господь работает сейчас над Израилем, работает. Конечно, ещё раз говорю, эта работа могла бы быть намного сильнее, если бы Израиль каялся. Но даже несмотря на то, что Израиль пока не кается, ещё будет время, и они придут к Господу, вот этот остаток, как написано, но эту работу Бог производит. И, конечно же, все сторонники ислама, скажем так, все сторонники, и прямые противники Израиля, они могут нести за это. Поэтому про это нужно помнить, этот пример, я думаю, многих политиков и людей вообще, скажем так, с медиапространства должен всё-таки тоже заставить, ну, по крайней мере, дал тачок задуматься, стоит ли выступать и поддерживать вот эти террористические организации. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова